Здравствуй, многоуважаемая и горячо любимая Тося. Посылаю вам свой боевой привет. Тося, почему-то я давно от вас не получаю писем. Не знаю, может быть, мои письма не доходят до вас. Тося, ведь очень скучно, когда не получаешь письма. Это лишь одно из семи писем из музейного архива Городца, написанных Николаем Бузиным своей любимой Тося. Их эпистолярный роман «Полный чувств первой любви» взволновал и сотрудников музея, и нас, журналистов. И нам удалось узнать о судьбе героев. Они жили в соседних деревнях. 16-летняя Тося проводила на срочную службу своего любимого в 1939-м. А потом началась война. Здравствуйте, моя многоуважаемая Тося. Получил два ваших письма, за что сердечно благодарю. Извините, что не ответил на них. Жили в лагерях и переехали на зимние квартиры, где не было обратного адреса. Сейчас едем на фронт. Передай привет всем знакомым. До свидания. Ваш знакомый Николай. Но если бой и не придется увидеться, то храни мой образ в памяти. А увидимся, жизнь наша потечет опять снова. Это письмо написано в самом начале войны в 1941-м. И все пять лет летели нежные весточки с фронта на родину. Многоуважаемая Тося. Тосечки. Так Николай называл любимую. Сначала с Западного фронта, с Украинского. Затем из Европы, Югославии, Румынии, Болгарии. Рвались снаряды, свистели свинцовые пули, гибли товарищи. Но теплые девичьи послания помогали выжить на передовой. Хранили от шальных пуль, согревали в суровую зиму и дарили надежду на скорую встречу. И в каждом его ответном письме трепетные пронзительные чувства. Сначала робкая надежда на взаимность, а к концу войны уже более смелые планы – пожениться. Однако, как в любом романе, здесь не все было гладко. Здравствуй, моя знакомая Тося. Шлю вам свой привет. Сообщаю, что сегодня получил письмо от вас и из дома, где пишут, что вас сватали за двух женихов. И вы ответили, будто бы, что мне пишут двое с фронта. Первый, наверное, я, а кто же второй? Мне это тоже очень интересно. Сама вот ты об этом мне не могла прописать. Тося, за то, что не забываете, спасибо, я тоже не забуду. Тося, близится конец войны. Скоро должны встретиться мы с вами и разрешить неясные для нас с вами вопросы. До свидания. Целую вас, Николай. Все неясные вопросы разрешились и положительно. Спустя семь лет разлуки в 46-м году старшина Бузин вернулся в родную деревню. И они с Тосей поженились. В семином архиве их сына Владимира хранится свадебная фотография и свидетельство о браке. Бракосочетание их было в Кумахинской сельской администрации. Кумахинский сельсовет назывался раньше. Их там зарегистрировали, выдали вот такой сельсовет о браке. Направились они на лошадках. Их было, по-моему, в марте. На лошадках отвезли их в завраженную деревню, где жил мой папа. Были там накрыты столы, приглашены гости, все близкие в деревню, деревенские соседи. Все было свадьба, весело. Они мне так рассказывали. Было весело. Свадьба прошла. Стали работать они. Потом появился я. Папа любил маму. Любил. Бывало, у нее тоже ссорились. Но потом вместе у них вступали друг к другу. И все было хорошо. Бабушка в моей памяти отложилась таким милым, добрым человеком, которая, как бы я так, наверное, сказала, жила за дедушкой, как за каменной стеной. Вот с моих детских воспоминаний, как мы в завраженном, мы жили в завраженном. Ходили с ней всегда на колодец крутить колесо. Вот как сейчас помню, что многие соседи стирали на мазках, на речке. У нас почему-то была стиральная машинка. Вот помню момент, как дедушка о ней заботился. Он говорит, что ты будешь стирать в холодной воде? Мы тебе купим машинку. Он так ее любил. Он вот в этом ее забота. Вот она прямо мне вот этот момент, вот в душе всю жизнь держу его и помню. Свои нежные чувства Николай Иванович и Антонина Ивановна пронесли сквозь годы. Вместе работали, вместе воспитывали внуков. Их красивый военный роман остается для всей семьи примером возвышенной любви. Той, что навсегда увековечена в поэтических строчках. Жди меня, и я вернусь. Только очень жди. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова